Алло, здравствуйте, друзья! Давайте мы с вами продолжим вот эту работу. Вот смотрите, это мой канал. Здесь довольно мало фильма. Четыре тысячи с лишним. Так, нужны ли они? Есть люди, которые все четыре тысячи с лишним видели. А вот последний из них самая называется Первая серия развития уникального сибирского сада. Я придумал новую форму общения. Смотрите, вот это вот. Вот это вот. Ну и этот самый. Мои папки. Вот я начал в 2000. Если у меня еще ретро, то есть еще раннее, но там очень плохое качество этих фотографий. В 2007 году я купил первый так называемый фотоаппарат. Уже цифровой. Вот. И, как видите, качество снимка резко возошла. И теперь я могу по ним поскучить с помощью их вас учить. В первой серии мы дошли вот сюда два. Вот сюда два. Вот. И, так как фотография несколько тысяч, несчитанных. Наверное, в тем четырех с половиной тысяч фирмы добавится еще не меньше, чем пятисот. Я вас жалеть не собираюсь. Почему? За новичков цены нет. Раз. Не нудные. Потому что каждый раз через один-два фотографий перескоп будет. Кстати, проверим. Идет на запись. Ага, вроде идет. Вот. Поэтому давайте продолжим так, где я остановился. И полечь пойдет обо чем угодно. Вот. И зато скучиться не будет. Итак, вторая серия. Так. Абрикос Серафим. Вот. Вот так он выглядел. Вот. Кое-кому это отдельная тема удалось. Ну, кое-кому. Это мой друг Бакаров с Подмосковья. Он же мой ученик. Так он себя называет. Он увеличил эти плоды в два раза. До 70 грамм. Ну, что ж. Завра. Нет предела возможностей. Именно привитых деревьев. Дальше идем. Вот. Вот это я раздобыл, как черный принц. Черный абрикос. Сукаины привез. Получил вот такие плоды. В общем, я сильно не занимался. Через несколько лет они у меня погибли. А продолжить эту линию. Мне надо было в счете брать и снова успевать прививать. Пока они адаптируются. Пока привыкнут к месту подвода. Но этого не сделал. Вот. Полюбовались. Соблюбнулись. Нету. Виноват лежали уже в 2007 год. Вот. Это страшное время было. Потому что в 2006 был уничтожен. Под циклистами сожжен. Мой промышленный сад яблоней. Ну, и плюс за одним еще и селекционный сад. Вот. И знаю, как эти люди, мои ребята молодые, как они в том свете будут на сковородках. Вот. Или на них комдистер распространился. Ну, дурачки. А так нет дурачки. На мотоциклах не сажают детей. Смотрим дальше. Вот это я потерял. Один из немногих интересных сортов. Царство небесное моей тёсе. Вот. Это мои абрикосы. Тогда еще я не продавал косточки. Вот. Закатывали. Потом было все больше и больше. Вот. Видите, валяется уже, где попало. Вот. Вот. За его плечами косточки. Вот и не вот и не косточки. Это я. 2007 год. Когда в 2006 сожгли промышленный сад, я начал выращивать саженца на продажу. Вернулся с острова на участок на свой дачу, который до этого просто был дачей. И не более того. На этой даче уже различили садная деревья. Несколько десятков сортов абрикосов. Десятки сортов груз. Десятки сортов деревьев. Всего 200 сортов. Это был фактически селекционный участок. К тому времени он был где-то с соток двадцать. Густо так все было насажено. Вот. Как видите. Ну, к тому времени такие уже многие имели участки. Потому что наша мясность располагала к именно вращиванию абрикосов. Ну, как он. Это круглый план. Это большой урожай. Кажется абрикосов. Вот они в центре. Выглядят гораздо мелкими. И не так ярко окрашиваются. Как если бы было повеньше урожай. Вот они. Линейка моя знаменитая. Она разоблачила больше ста плана питомников. Укравших. Я честно говорю. Укравших. Раз они берут мою фотографию. С моего сайта. Вот. Или они уже давно попали в интернет. Мою фотографию. Присылают. Часто меняют название сортовой. Иногда они меняют. Вот. С тем же названием. И. Продают. Сами не знают что. Напомните. С купщиками. Никогда не знают что продают. Вот. Вот. И еще раз. Этот же черный принц. Другой год он выглядел уже более. Так сказать. Приветливо. Так. Зеленые червкования. Вы видите. Маленькие червки. Это. Вот. Маленькие червки. Вот. Они зря же. Вот. Воду ступи толку. Вот. Она сжималась. Вот. Небольшие фрагменты. Кстати. Вот. Такая. Размер. Ножка. У него. Размер. Ваши пальцы. И. Втыкается в землю. Закрывается. Бутылкой. Если светлая бутылка. То. Первый месяц. В тени. Вот. Часто. Тень делаю искусственную. И как-то. Еще и вам покажу. Не раз. Искусственная тень. Втыкаю колес. Накрываю тряпкой. А. Если. Допустим. Бутылки. Темные. Под светлыми бутылками. Без тени. Они сгорают. На ярком солнце. А вот. Если. Все таки. Тени. Тогда. Упрощенный вариант. Под. Темными бутылками. Это. Я специально сделал бутылку. Показать. Еще. Если вовремя поливать. Почаще поливать. То. Они дают корни. И. Живлазь. Прекрасно развивается. Вот. Редкий случай. Когда фотография. Не моя. А. Соседи. Вот. Я. На него. Удивился. Так. Я. Привык. И. К. Вишне. В. Степной. Кус. Сколько. Кус. А. Это. Я назвал. Плакучие. Почему. Обратите. Внимание. Длинные. Длинные. Тонкие. Волоски. На которых. Грозь. Висят. Вот. Я не стал заниматься. Ею. Мне не до этого было. И. Я. Непросто. Проигнорировал. Сделал фотографию. И. Показываю. Дальше. Показать. Что. И. Такие. Тоже. На свете. Бывает. Почему. Не вошла. Моя коллекция. Вот. А. Проще. Растериться. Чем. Все. Что. Я. Молодые. Я. Динститут. Вот. Я не жил все эти годы. Я выживал. А. Вот. Это. Уже. Стаб. Молодые. Нормальные. Вот. Это. Еще. Молодые. Это. 2002 год. А. Посмотрим. Какой год. Вот. Это. Фотография. Вот. Она. 3. Августа. 2007 год. Кстати. Обратите внимание. Я всегда. Когда. Навожу. Не нажимаю. Никуда больше. Навожу. Видите. 2007 год. 2007 год. 10 августа. Это значит. Что. Это. Фотографии. Мои. Я. Когда. Разоблачал. Больше. Сотни. Скорее. 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 Это. Он у вас. Фотографию. Украл. Я вам покажу. А. Вот. Одна из. Вишневых. Фотографий. Она. Тоже. Присвоена. Это. Внука. Я. Не буду. Время. Терять. Потом. Я покажу. Сам. Принцип. Как. Это. Делать. Как. Разоблачать. Этих. Мошенников. Что. Еще раз. Говорю. Вот. Сайтов. Несколько. Сот. Любое. Практически. Кроме. Двух. Трех. Открываешь. Фотографии. Все. Повторяется. Двадцати. Пятидесяти. Вста. Сайтов. То есть. Кто истинный хозяин. Непонятно. Часть из них. Это. Я. Хозяин. Вот. Вот. Это. Часто. Повторяется. В интернете. А. Вот. Видите. Родичка. Это. Раз. Вот. Вот. Я. Подъем. Видите. Это. Натосъемки. Разрешение. Размер. Все. Барнет. Вот. То есть. Это. Любой суд признает. Поэтому. Ни этого случая не было. Чтоб. Кто-то возмутился. Скоро. Железа. Пришло в нашу фотографию. Продолжаем. Значит. Итак. Слива. Называется. Стартовая. Ой. Хороша. Вес до 100 грамм. Ой. Хороша. Идем дальше. Вот. Вот. Интересная фотография. Это. Как бы. Калах. Зеленые. Плодики. Это. Китайка. Я их. Различаю. Только. По цвету. Я боюсь. Что. Никто не знает. Их название. Потому. Что. Китайки. Усурики. Их. Усурики. Вот. Вот. Я даже. Огощаться не стал. Вот. А вот. Самый. Самый. А вот. Я сделал. что вы видите. Мороз. Мороз. Я проверял. отбор. Усурики. Мороз. Я сделал. И сказал. Нет. Все почки. Одинаково. Равностык. Все обладает. Надеюсь. Даже вы. По моему. Тут же Павел скажет. Да. Не может такого быть. Даже вот без таких ярких. Например. Вот. Любой из вас. После таких зим. Может стать селекционером. Вот. Чего я вас. Подвожу. Вот. Это. То же самое. Да. Вот. Продолжим. Значит. Это. Мороз. Абликос. Который. Фотография. Делал. В 2002 году. Я сейчас. Тушил. Полотно. Белым. Ученым. Вот. Еще. Вариант. Вот. Такой. Вот. Тоже. С линеечкой. Идем дальше. Вот. Это. Удивительное дерево. Да. Ну. Особое. Я. Вот. Мой домик. Запилок. До сих пор. Больше другого не построил. Всякого жизни бывало. Вот. Вот. И тогда. Я полезу на забор. Я на территории соседа. С его согласия. Я там посадил. Поливитый. Да. Не так. Я вначале. Поливил. Здесь. Одно. Сибирку. Абрику. Яблую. Загуновскую. И она дала 9 веток. И на все 9 веток. Получились. 9 разных сортов. Значит. Это тоже учеба. Почему? Дерево. Это дерево. Это дерево. Также я показывал. Когда приезжал главный редактор. Мне где-то фотографии отдельные. Там где главный редактор концертской газеты. Я подводил. Угощал. Рассказывал. Дерево. Дружба. Дерево. Сад. 10 сортов. На одном. Вот. На подвое. Еще один сортов. А на том сортов. Еще 9. Это вот 10. А с подвоем 11 сортов. Получается. Я его показывал. Угощал. На следующий год. А то было бертвое. То есть. Такие деревья. Долго не живут. Что такое 9 сортов. Плюс еще. Жигулевская тоже привита. 10. Хирургических швов. Откуда вороностойкость? Уже из-за этого. Одна прививка. Одна по двое. Это уже хирургический шов. Уже проблемы со здоровьем. Вороностойкостью. Кстати. Вот видите. Где мой дом. Слева. Темнеется. Видите. Персики. Кто скажет. Что они укрыты. Но это ладно. Я отвлекся. Персики другая тема. И так. 10. Хирургических швов. И мы имеем. Дерево. Бертвое. Уже на следующий год. Это часть его. Видите. Полевица. Побегоносная. Одно время я увлекался. С этой полевицей. Очень увлекался. Вот. Стоило только зарастить. Все это травой. Вначале. Вначале. Как любое. Глядку. Наверное. Освободить. От сорняков. Потом. Нет. Не семена. А. Мелко. 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 Вот такие кусочки. Дерна брались. Разрывались. На мелкие части. Они особые. У них тысячи корешков. У них тысячи. Она раздражается. Воздушным. Побегами. Это особая тема. Развивать я не буду. По одной причине. И. Кончится с крахом. Зимой. Однажды. Вот вся эта красота. Погибла. Когда. Были. Сильные морозы. До того года. Снега не было. Морозы до сорока. И тогда. Она замерзла. И весной. Пошла колочками. То есть. Однажды. Что не осталось. И я дальше. И перестал раздражать. Ее. Перестал рассылать посылка. Перестал даже рекламировать. Вот. И даже. Потом. Некоторые. Все еще. По левице. Или себя. По левице. Я отказывал. Опять. Вот. Эта линейка. Уже не моя. Эта линейка. Суд. Полут. Дускобилова. В следующей лаборатории. Абаканский суд. Ограждан. Проблем. Моего друга. Кандидата наук. Повторяю. Суд. Полут. Дускобилова. Вот. Это. Он. Собрал. Мои. Абрикосы. Вот. Кандидата. Сортов. Вот. Тоже. Горькая. Судьба. Дело в том. Что. Это. Полукультурка. Террородетка. Называется. Касанский пипинчик. Великолепная вещь. До 30 ведер. Прежде, что я здесь. Я не говорю, что именно в этом году. Но. Однажды. Добро веселых 30 ведер. Вот. Они. Вкусные. Одни. Конечно. Уступают. По сладости. Там. Белки. Канадские. Допустим. Вот. Или медового. Ну. В большинстве случаев. Седованные. Полные. Куры. Кушать. И. Плюс. Продукты. Продукты. Заготовки. Переработки. Да. А потом еще. И. Подвое великолепное. Он. Изразовался. Касанский пипец. Вот. Я родился. С вами. Пригодился. Вот. Пригодился. Так. Пятьсот километров южнее. Вроде бы. Южнее. Так. По другой стороне. Прекрасно себя чувствовать. И. Вот. Однажды. Приезжает ко мне. Кургилов. Николай Иванович. И. Одна из теми его была. Любимейшая тема. Проведки полукультурных сортов. По его словам. В микро ях. На Кубани. Большие проблемы с ямами. Недавно эти. Потеряли там вкус. Ну. Крупноплодные. Выродились. И. Надо бы по идее. Начинать. Опять. Полукультурные. Сами знаете. Надежные. Закаленные. Как то. Вот. И. Любые. Взгоды. Перенесут. Болезни. Меньше. Подвергаются. И. Вот. Он. Говорит. Хочу. Знакомиться. С вашими. Полукультурка. Вера Невская. Давай знакомить. Это. Забор. Вот. От этого. Дерево. Метров. Пятьдесят. Семьдесят. Здесь. И. Круговые. Деревья. Которые. Я привел. Лично. Сорок. Прием. Взял. Называется. Чисто. Культурные. Я их потом водил сюда. В телевизию. Показывал. Говорил. Что в каждом саду. Удалось ли быть. Песни пел. Вот. Вот. Но. Когда. Круговые. Пошли к соседям. Калитку еще. Не было забито. Это. Потом. Забили уже. Совсем другие люди. Это. Означает. Что. Здесь. Сорчал. Пень. Горько. Было. Страшно. Потому что. Я не обращал. Внимание. Вообще. Что там делалось. За забором. Я. Вниматель. Садоводства. Ничего не вижу. А здесь. Сорок деревьев. Это было. Одно из них. Вот. Нету. Пень. Все. Вот. Это было. Горько. До сих пор. Даже. Восстановить его. Я еще. Сдал. Сейчас. Не знаю. Уже. Я об этом. Сергей. Говорил. Я говорю. Ты знаешь. У них. Растет. Растет. Потому что. Больше. Я этого не знаю. Они. Как. Как. Саранцы. Как. Продажные. Саранцы. Просто. Перестали. Они. 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 и она не получила признания, и затем нагиблидации. Но плоды стали гораздо крупнее и вкуснее. А это тут, когда я их видел, это опять тоже дерево под названием черно-силка золского. Наконец-то я раздобыл, то они у меня, из-за того, что привиты на гиминар. Знаете как, есть гибрид, черный абрикос называется, на случай черный бархат. Ну какой он черный к черту, это никакой не черный. Если бы, а гибрид был как, черные луча скрестили, заметно, именно скрестили, с абрикосом. Но абрикос черных не бывает, получилось почти черный. А дальше, ура, веточка у меня, если бы я привел бы, был бы у меня этот черный, мой черный, один из родителей, привел бы на него, получил бы плоды почти черные. Привел бы на абрикос, получил вот, вот вам и, пожалуйста. Разник это, черный, но название за ним сохранилось, черный абрикос, черный бархат. Ну это тот же сувенир, который подряд, украден многократно. И это оно же. Вот. А вот это, черный абрикос снова. Это я про него. Вот. Помните, я показывал дерево, прошел еще год. Еще вот этот год, еще год спустя, уже был зафиксирован биржевой рекорд. Ну вот мы с вами дойдем. Биржевой рекорд, пока он не въявляет. Самый морозостойкий в мире, самый большой урожай в мире, с одного дерева и самый высокий в мире. Вот. Настоящий, равновидный яблони. Все рекорды, все три уже. Не лочиться, не собирать. Снова сувенир в Востоке. Вот. А это уже, знаете как, приезжает ко мне, видите, написано, сады Сибири. Приезжает главный редактор ко мне, зовут его, с целью Василий Никитевич. Вот его газета, очень красивая газета. И мы договорились, давайте сделаем калаш. То есть, опять же, вот были века, теперь никто не скажет, что я свисовал эти плоды где-то, или на рынке купил. Это, придем, снимались, дерево, и веточки, вот видите, как-то делали. Такое, ну как бы сказать-то. Ну и плохо, согласитесь. Получился вот такой калаш. Это и есть черный абрикос. Так что, будем заканчивать. А, это я развернул его. Здесь неплохо смотрится. Почти как ученый, это меня русско-белый учил, как правильно делать снимки для журнала. вот так, где мы сейчас. Это, опять, учеба будет, потому что деревья, вроде этого, до этого я закончу, следующий. Здесь были отрезаны еженские, это ветки, молодые, по сути, не понимаете, саду, где зовут, ну видите, это тот железо, которого научили. А потом штаб потерял, что? Штаб потерял прочее, штаб потерял, он стал хрупким. И когда весь урожайся сверноточился раз, два, три, четыре, пять, шесть веток, весь урожайся сверноточился. Один раз сверноточился, а со сверноточился. Дерево было изломано и погибло. Эй, специалисты, с тех пор я с вами воюю, как с врагами. Врагами нет, вы можете милые люди, все прекрасно, вы любите детей, жен, любовниц тоже любите, но вы не любите сады, вы ничего в них не понимаете. Вы учите калечить сады. Сколько я приводил, сотни примеров. А вот это мои, помните, я вам показывал тоже, белбу, которая эта, это одно из, на тот момент, было лучших сортов в нашей Сибири, на тот момент. Повторяю, 2007 год. Это была осенняя полосатая, но вкуснючая, потерял целиком из-за вас. Это вы меня заставили отрезать. Вот они, видите внизу. Ваша работа. Все, я вот это, опять получается. Все хотят, чтобы я об тебе, чтобы я только с улыбкой говорил, чтобы я не вспоминал этих специалистов. А, 2023 год, 6 января, а, все, 24 года, 6 января, весь интернет забит, только наберите слово обрезка, и вы узнаете, что за нарезок, весной, летом, осенью, зимой, свои дома утепляет, сами залазят в шубы, а деревья требуют, чтобы было всем радо. И опять я злюсь, опять я ругаюсь. Как мне докричаться до тех, кто скажет однажды, выпустите Железово на первый канал, на второй канал, на НТВ, чтобы, проведите этот самый, как он называется, рекламную кампанию, завтра выступит Железово. Однажды надо кончать с этим блядством, я уже другого слова не подберу, с этой подлостью. Он все объяснит, он подберет вот такие фотографии. Не живут такие деревья, которых отрезают нижние скалетные ветки. Болеют, потому что нижние скалетные ветки это те самые листья, которые дают глюкозу, обеспечивая корней и все округу, десятки метров кормят почву. И тогда только почва здоровая. И тогда только в ней максимальное количество бактерий. Что об этом знать? Зло к этим деревьям, к этих скелетам. Ведь невозможно в себе представить, что рисуется одно дерево, которое подразумевается яблони, груши, слева, абрикос, персик, черешня, вишня. Любой вид подразумевается про это дерево, молодой, 6-7 лет, все, включая институты, университеты, это в снимах показывают, говорят, 9 видов лишних веток. Все планеты нет этого дерева. Вот результат. Все, я забелся, не могу, сколько я терял, потом, а сейчас пришел брат к учителю, меня поздравляют с дыма учителя. Я с благодарностью, принимайте поздравления. я выметал все нервы, я сжег себя, все, что мог, сердце до грани остановки. Видеть не могу вот этих специалистов. А они, они празднуют бал, они железо с тревестами просмотра. Все, это будет серия номер 2, а где я был, серия номер 2, а где я был, я был, вот здесь. Вот это серия за номером 1, вот она, железо в развитии уникального сибирского сада. Вот оно так и развивалось. Пусть поздновато, не с 85-го года, когда я посадил первое дерево, а с 80, а с 90, там, какого-то года, вот, и вы видели меня в путь и фотографии только с 2007-го года. Ну, даже здесь еще, еще, 2007-й год. 2007-й год и все равно, представляете, друзья, и в этот 2007-й год все равно еще, вот она, аукается, та подлая агротехника. Все, друзья, еще один фильм готов, вот, и это только начало. Я прикинул, 50 фильмов вот таким будет. А вы их не включайте, спите спокойно. А нахрена вам вот эти деревья, где нету ни одной, ни одной, это, на моих современных, ни одной ранки, раз, вот, и ни одной капли до химикатов, и ни одной дырочки на абрикосах, и ни одной тлинки на абрикосах, на грушах, и ни одного поршипки, и ни одного этой самой, господи, этой самой, три вообще, вообще нету, а, и ни одного грибочка. Я показывал, подводил десяткам, сотен деревьев за все эти годы. Это что, не доказательство? Все, друзья, фильм номер два готов. Поехали. Субтитры создавал DimaTorzok